Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Выражаем замечания и предложения. В Барнауле стартовали общественные слушания обновленного генплана. Что мы и Димы, как это влияет на здоровье? Эксперимент с крупой из магазина шокирует. Барнаульский лицей и индийская школа будут сотрудничать. Вокруг чего сплотились две страны. Историческое событие. Город Яровое получил паспорт готовности к осенне-зимнему отопительному сезону. Специальная комиссия накануне посетила городскую ТЭС, чтобы окончательно оценить состояние станции и ее готовность к работе в период земных нагрузок. Этому предшествовала огромнейшая работа. Три года назад губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко был утвержден план основных мероприятий по изменению системы теплоснабжения города Яровое. В соответствии с этим планом проведена большая работа. Был разработан проект и сметная документация по строительству водогрейной котельной. За три года серьезно отремонтированы три котлоагрегата действующей станции. По словам министра промышленности, станция снабжается высококачественным углем. Подрядчик до конца ноября должен сдать котлоагрегат в эксплуатацию. Власти рассчитывают, что теперь теплоснабжение жителей Ярового будет надежнее. В Бийске будет меняться историческая часть города. Об этом в ходе прямой линии рассказал глава Наукограда Виктор Щегрев. С его слов будут отреставрированы два исторических объекта – пассаж Фирсова и пассаж Фторова. Совет Федерации уже одобрил проекты. Виктор Щегрев также отметил, что в этом году по нацпроекту в Бийске отремонтируют две общественные территории. Продолжится ремонт Парка Победы у коммунального моста и появится скейт-парк по улице Валя Максимовой. Мы уже активно проектируем этот скейт-парк. И буквально в ближайшее время уже закончим проектирование и приступим к прохождению экспертизы. Ответил глава на вопрос Бийчан по поводу мер для спасения озера Ковалевского. К слову, единственного озера на территории Бийска. Его судьбой горожане давно обеспокоены. В последние годы оно разлилось и стало мелеть. На дне водоема скапливается мусор, который приносят талые воды. Управлением ЖКХ заказана проектно-сметная документация на отведение ливневых вод в само озеро. Проектно-сметная документация выполнена. На данный момент мы проходим достоверность метной стоимости этой документации. Это порядка 5 миллионов рублей на данной цели. И совместно с Министерством природных ресурсов уже решаем вопрос о выделении финансирования. Прорабатываем этот вопрос. После того, как пройдем достоверность, получим заключение, определим источник финансирования, приступим к этим работам. Всего на прямую линию мэра Бийска поступило порядка 70 вопросов. Горожан интересовали самые разные темы – от общественного транспорта до экологии. А в Барнауле стартовали общественные обсуждения обновленного генплана города. Любой житель краевой столицы может ознакомиться с экспозицией проекта документа и даже получить консультацию специалиста. Всего в районах Барнаула будет действовать 31 экспозиция. Старт дан. Жители Барнаула тоже могут принять участие в обсуждении проекта по внесению изменений в генеральный план города. 31 экспозиция с документами на стендах размещена в районах Барнаула. Экспозиционные материалы размещены в каждом населенном пункте, входящий в состав городского округа – это 26 населенных пунктов. В каждом здании администрации района, на официальном интернет-сайте комитета и в здании комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. Также материалы размещены на правом портале администрации города Барнаула. Так что каждый горожанин сам вправе выбрать, как ознакомиться с материалами генплана. Готовые специалисты, которые могут ответить на интересующие горожан вопросы в градостроительной сфере. Любой, кто заинтересован в том, как будет выглядеть краевая столица в будущем, может уже сейчас вносить свои предложения и замечания к проекту генплана. Приложение или замечание к проекту генерального плана можно подавать через форму электронного документа, размещенную на официальном сайте комитета, либо письменным обращением, либо через внесение записи в журнал экспозиции. Предложение и замечание можно подать в письменном виде, в простой форме. Но тут есть особенности. Особенности заключаются в том, что необходимо заявителю идентифицировать себя. Для физического лица это надо представить паспортные данные, для юридического лица, наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика. Ознакомиться с проектом генплана и внести свои предложения и замечания можно до 26 ноября. Затем комиссия по землепользованию и застройке рассмотрит их и обобщит. Далее подготовит заключение. В случае, если какие-то замечания и предложения от жителей Барнаула будут приняты, проект генплана обещали доработать с их учетом. И только после проект рассмотрят депутаты городской думы. Скорее всего, в конце декабря этого года. Анастасия Драган, Татьяна Голубева. День с толком. Российские эксперты подсчитали, как близость к метро влияет на стоимость недвижимости. К примеру, квартиры в 10 минутах ходьбы от станции метрополитена в сравнении с другими территориями обходятся дороже почти на треть. Наша съемочная группа выясняла, есть ли в краевой столице объекты, которые влияют на удорожание жилья. Иными словами, за близость проживания с какими локациями барнаульцы готовы переплачивать. Барнаульский метрополитен всего лишь мем, правда, известный на всю страну. Но местные риэлторы утверждают, что и в краевой столице есть объекты, рядом с которыми горожане хотели бы жить. И даже готовы переплачивать за квадратный метр недвижки. Если раньше барнаульцы селились ближе к торговым центрам, в свое время таким магнитом была арена, то сейчас в тренде зеленые зоны и парки. Изумрудный пока вне конкуренции. Мы видим, что люди, которые приходят покупать недвижимость в этих домах, они именно интересуются тем, что сколько метров до парка. Раньше такого не было. Сейчас же мы видим, да, там появилось две эпохи. Столичный появился, появился Маяковский. И дальше идет, локации расстраиваются, появляются точечные застройки. Сейчас там начинают появляться спортивные комплексы, живые комплексы. То есть, как бы, периферия нарастает. И я так предполагаю, что она может нарастать, разрастаться туда, вот по профинтерну и к зеленому скверу. То есть, там потенциал-то широкий. Но не изумрудным единым популярностью у горожан пользуется и территория рядом с парком Юбилейный. Перспективным эксперты называют район у торгового центра Европа, где должен появиться парк 300-летия Барнаула. Локация Барнаульский Арбат тоже становится более популярной. Сейчас застройщики тоже устремились туда. Конечно, это центр города, и там самое дорогое жилье. То есть, сегодня встретить там 170-180 тысяч за квадратный метр, ничего удивительного в этом абсолютно нет. Но мы видим самую знаменитую локацию города Барнаула. Это столица мира, да, наш знаменитый речной вокзал, который сейчас будет застраиваться новым ЖК. И там мы уже слышим о стоимости квадратного метра в 300 тысяч рублей. Если говорить про какую-то архитектурную или околоархитектурную аналитику, то у нас есть документация к генеральному плану. Провели по открытым источникам аналитику, где по городу самая высокая стоимость. У Изумрудного, скажем, на Змейногорском и центр города вот в районе сети-центра, наверное. Вот там тоже дорого. Тянутся горожане и в районы с давно существующим зеленым ландшафтом. Лес рядом с домом – огромный плюс. В этом смысле притягательный Змейногорский тракт и поселок Южный. Я знаю, что у нас будет застраиваться преаэродромная зона, преаэропортная территория. Там достаточно крупный жилой район возникнет. Вот как там будет развиваться территория, это надо смотреть. Когда будут доступны проекты планировки. Говоря о перспективе, эксперты называют самым дорогим районом краевой столицы «Индустриальный», где нет наследия хрущевского периода, где отличная инфраструктура. Здесь расположены новые детсады, школы, строятся или уже построены бизнес-центры. Весь этот комплекс и влечет горожан выбирать именно этот район для жизни. А застройщик активно возводит здесь новые районы и кварталы. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Борнаул заполнен пунктами выдачи товаров, купленных на маркетплейсах. Сейчас в краевой столице действует почти 630 точек ПВЗ. И это критическая отметка, считают эксперты. По их словам, бизнес-онлайн-торговля постепенно снижает развитие вширь. Специалисты уверены, что новые места появляться будут, но штучно и на новых незанятых территориях, то есть в новых жилищных комплексах или торговых и офисных локациях. Несмотря на плотное расположение пунктов в Барнауле, все они востребованы. Но вместе с тем большое количество ПВЗ вскрыло другую проблему – нехватки кадров по всем позициям. Сейчас в пунктах решают эту проблему путем привлечения студентов. Ситуация настолько сложная, что для таких сотрудников вводят почасовую оплату. Час для них стоит от 1200 рублей. К слову, дефицит кадров на барнаульском рынке скоро ощутят еще острее. В ближайшие годы в Новоалтайске планируют построить крупный логистический центр одного из маркетплейсов. В Алтайском крае спасли замерзающих лебедей. Накануне в соцсетях появились кадры птиц с поврежденными крыльями. Их заметили в селе Баево. У лебедей не получалось плавать, в то время как озеро уже покрылось тонким льдом. В спасательной операции участвовали местные охотники и рыболовы вместе с сотрудниками Министерства природы. Как стало известно, в узкой протоке жили шесть лебедей. Четыре из них улетели на зимовку. Эти бедняги остались в Баево. Птиц уже накормили и отправили в Краевую организацию помощи диким животным, но и в ковчег для лечения. В Министерстве природы сообщают, что после реабилитации лебедей могут перевезти в заказник лебединой. Половина продукции на отечественном рынке не соответствует нормам. И в основном это продукты питания, считает председатель Союза потребителей России. Между тем, здоровье людей во многом зависит от того, что они едят. Во Всемирный день качества, который отмечают 14 ноября, на базе одной из компаний мы решили провести небольшой эксперимент по оценке качества базовых продуктов питания, в частности, крупы и хлопьев. О его результатах, а также в целом о ситуации на рынке пищевой продукции в сюжете Лены Макаренко. Если мы возьмем с вами две зерновки, то есть на одной будет пленочка, это считается не обрушенное зерно, а вторая зерновка уже без этой пленочки, вот как раз из которой и получается наша всеми любимая каша Геркулес. В одном из двух контейнеров так называемое входящее зерно овса. Сейчас его отправляют на первичную стадию обработки, то есть очистки. Умная машина с помощью инфракрасной технологии отсортирует зерна, те что без шелухи и с ней. По чистоте сырья, говорят специалисты, и судят о его качестве. И, конечно, это напрямую влияет на качество уже переработанной продукции. Вот здесь даже невооруженным взглядом непрофессионала видно, что здесь у нас получились как раз-таки обрушенные зерна, которые дальше уже пойдут в производство на изготовление крупы. А в отход у нас пошли большинство не обрушенных зерен, ну какие-то черные включения, грязь. Ни грязи, ни каких-либо включений в пищевой продукции быть не должно, но это в норме. На практике в тех же сыпучих продуктах нередко можно встретить и посторонние вещества, и предметы, и даже жучков, и червей. В опытных образцах овсяных хлопьев, что для эксперимента приобрели в магазине известной торговой сети, после очистки на фотосепараторе, еще немало брака. Посмотрите, сколько еще грязи и примесей мы убрали оттуда, и этим моментом мы повысили качество продукта. Эксперты в области сортировки сыпучей продукции утверждают, ситуация на рынке пищевой промышленности оставляет желать лучшего. Многие производители радеют не столько за качество, столько за количество выпускаемых объемов. А вот это вот белеса идет, а вот это вот отход черной точки. Так вот, был заказчик, который приходит к нам и говорит, настройте мне фотосепаратор, чтобы было все ярко-желтое. Мы настраиваем ему. Ну, соответственно, вот это все идет в отход. Я говорю, какая цель? Он говорит, Германия. Они покупают, им нужно ярко-ярко-желтое. Все, мы задачу выполнили, он купил, довольный. Через какое-то время приходит следующий заказчик, тоже на горчицу, но уже на российском рынке. Он говорит, уберите мне только вот эти черные. Я говорю, ну а вот эти белые, они же нет. У нас в России все съедят. От качества питания людей во многом зависит их здоровье. Нутрициологи убеждены, что те же плохо очищенные крупы могут вызывать расстройство кишечника. А чем чаще оно происходит, тем больше рисков для развития аллергии, аутоиммунных болезней. Специалисты по питанию советуют покупателям быть взыскательными. Просто нужно выбирать, уметь смотреть, читать этикетки. И, конечно, ориентироваться где-то на цену. В неделю качество товаров, которое проходит сейчас в России по всей стране, производители и торговые сети призывают к добросовестному подходу в работе, а потребители – к грамотному выбору товаров. Специалисты говорят, производители, которые дорожат своим именем, а значит, болеют за качество своей продукции, медленно, но все же становится больше. Мы 100% до этого дойдем, но, к сожалению, я думаю, это не так быстро будет. Сам рынок диктует, чтобы продукцию, которую выпускают, была качественная. Потому что при плюс-минус небольшой разнице в стоимости, каждый потребитель будет своим рублем голосовать за то, что чище, то, что вкуснее, то, что лучше упаковано. В то же время обеспечение высокого уровня продукции, считают эксперты, невозможно без внедрения на предприятиях интеллектуальных систем, которые могут контролировать качество. Развивать передовые технологии в стране нужно семимильными шагами. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. В правительстве края сегодня наградили лучших деятелей науки и культуры. Знаки отличия получили почти 100 человек. Это рекордное число. Подробнее о проектах, удостойных поощрения, расскажем далее. Илющенко Василию Александровичу. В здании правительства края наградили лучших деятелей науки и культуры Алтайского края. С технической точки зрения, одной из самых интересных разработок стала отечественная топливная система для двигателей, у которых свыше 5000 лошадиных сил. В России, кроме АЗПИ, подобное ранее никто не делал. Первый опытный образец форсунки, это один из компонентов топливной системы, мы выдали через 11 месяцев с момента поступления заказа. Топливный насос у нас родился через 14 месяцев. Чтобы вы понимали, что это быстро, в основном мы реализуем подобные проекты через два года с момента заказа. Другой технический проект коснулся уже электропоездов. Умельцы с завода АТИ за 4 года создали и пустили в производство накладку дискового тормоза для ласточек, ИВЛ и простых пассажирских вагонов. Раньше, во-первых, наше предприятие такую продукцию не производило, и в России такую продукцию только не производило. Данный тип колодки производился только с заграничными предприятиями. Уникальный новый состав на основе отечественных компонентов, более 25 ингредиентов входит в состав. Продукция очень сложная, очень жесткая к ней требования, потому что это безопасность. В сфере культуры награду получил Белоусов Сергей, работник Барнаульского духового оркестра. Он сделал цикл программ, который пришелся по душе как постоянным, так и новым слушателям. Да у нас очень много охвачено стилей, в том числе и эстрадная музыка, классическая музыка. То есть мы старались максимально быстро охватиться в это время в разные стили. Тоже есть цикл программ, написанных специально для молодежи. Губернаторские премии присуждаются уже свыше четверти века. Притом в этом году их получило рекордное число человек – 93. Что касается финансовой составляющей, в сфере культуры награда составила 120 тысяч рублей. За научный проект – 200. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. 121-й лицей Барнаула будет сотрудничать с индийской школой Санкт-Мария. Об этом договорились в рамках визита алтайской делегации в Индию. Точка объединения стала творческое и культурное наследие Николая Рериха. Наши школьники и их индийские сверстники смогут участвовать в мастер-классах по живописи, в конкурсе рисунков, а также заниматься проектами, которые касаются творчества общественного деятеля, художника и путешественника. У алтайских школьников появится возможность побывать в индийском городе Фаридабаде, где есть все условия для учебы и проживания, а индийские ученики приедут к нам на Алтай. Также будут организованы видеоуроки по изучению русского и английского языков, истории России и Индии. Учащиеся школы познакомятся с культурой и традициями двух стран. У нас не было никуда в Алтайском крае школьников и студентов. Поэтому это будет тоже первая в истории мирового правопорядка, наверное, наш культурно-образовательный обмен. Джаз на Домре, шокшин под Домру и не только. У жителей Алтайского края в ближайшие три дня будет возможность услышать русский народный инструмент по-новому. Завтра в Барнауле открывается фестиваль «Прима Домра Сибирь». Все подробности у моей коллеги Ирины Корчагиной. Главная звезда фестиваля Екатерина Мочилова. Известная домристка, которая выступает на ведущих площадках страны, сыграет и в Барнауле. Уже завтра в краевой столице впервые пройдет всероссийский фестиваль «Прима Домра Сибирь». Он объединит музыкантов из разных уголков страны. Для Алтая это одно из главных культурных событий года. Я очень люблю выступать в Сибири, в сибирских городах. Вот эта публика, она необыкновенно горячая, она необыкновенно открытая. И всегда эти концерты проходят на каком-то необыкновенном таком градусе и потом запоминаются надолго. Ну и, конечно же, это мои большие друзья – оркестр русских инструментов «Сибирь», с которыми мы уже сыграли много программ в разных городах. Это оркестр, с которым можно делать все, которые готовы на эксперименты. И вот у нас родилась совместно такая идея сделать этот фестиваль здесь, в Сибири. Сибирь – это, конечно, для каждого русского человека, это очень значимое слово. Проект стал возможным благодаря поддержке гранта губернатора Алтайского края. Три дня, три больших ярких концерта. Завтра, 15 ноября, зрители концертного зала «Сибирь» увидят премьеру «Алтайская рапсодия». Спектакль «Исповедь» посвящен 95-летию Василия Шукшина. На сцену выйдут московские артисты, которым не чуждо творчество нашего земляка. Читать мне его нравилось давно уже очень. Потому что я его понимаю, я сам тоже сибирский человек из Тюмени. Как-то, ну, вообще, близок всем, кто на этой земле вырос, родился и по-русски разговаривает. Как он сам говорит, он говорит на одном языке с нами. Организаторы уверяют – в программе фестиваля никаких стереотипов насчет Домбре. Новое звучание, импровизация, джаз. Зидители услышат абсолютно в разных ампуа этот инструмент. И Домбра-джаз. Представляете, Домбра на джаз. Джаз на Домбре. Это здорово. Ну, вот, стоит приходить, я вас приглашаю. Это очень интересно. Там будет состав – рояль, барабанная установка, контрабас, джазовый вокал и Домбра. И все это очень прекрасно сочетается, и поэтому это очень интересно. Также на фестивале выберут лучших исполнителей на Домбре и Мандолине. И, кстати, победители ждут внушительные призы, среди которых запись своего альбома на студии звукозаписи в Москве и сольный концерт с оркестром «Сибирь» в следующем сезоне. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции – 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует.